Без микрофона, наверное, будет нормально. Слышите? Да. Давайте, когда я попробую без микрофона, если у них плохо, то есть два варианта. Если попросите меня на этот микрофон взять или пересесть к паблице. Оба варианта приветствуются. Я сегодня управленческую тему расскажу. Еще у меня осталось ощущение, что в ноябре будет еще одна конференция в Минске под тем же брендом IT-конф. И там я как раз рассказываю про мотивацию, про святкинчак теплого. Я когда осознал, что я попутал конференции, похоже. Но тем интереснее. Всегда есть кто-то, кому интересно послушать что-нибудь не только то, что попадает в точности в ракурс того, что будет происходить в остальных докладах. Но тем не менее, то, что я буду рассказывать, оно имеет достаточно непосредственное отношение к будням и тех, кто связан с HR-ом в IT-компании. А для начала два слова о себе. Вообще, я один из начальников многочисленных компаний Daycard и по своей деятельности я отвечаю за рынки труда. У нас три есть человека, которые отвечают за ключевые рынки для компании. Рынки капитала, рынки сбыта и рынки труда. Я отвечаю за рынки труда. То есть это, в общем, HR в очень широком смысле этого слова. Немножко о нас. Мы существуем номинально с 1998 года. У нас был первый бурный этап развития, связанный с boom.com в 2001 год, когда мы очень интенсивно росли и были типичными такими интернет-супер-модными айтишниками, очень бедливыми, амбициозными, но, с другой стороны, энергичными. Потом, как бы, в то время дедарция родилась, например, Myuru. Мы пытались там, типа, участвовали еще в каких-то стартапах. Ну, в общем, в 2001 год закончился boom.com. Все наши клиенты умерли, с Myuru мы расстались, потому что Myuru решили экономить. И за год компания переродилась, теперь вы смотрите компанию, сейчас мы занимаемся программированием на заказ или офшорным программированием, как это называется. В общем, мы утратили большое количество амбиции в отношении самореализации, да, и в основном стали хотеть просто работать и просто жить. Но, тем не менее, при этом компания витальность не утратилась, и с тех пор мы непрерывно растем. Сейчас в компании работает 830 человек, и у нас много офисов, у нас три офисов, которые у нас продают в Нью-Йорке, в Лондоне, и в Швейцарии, и в Дуге. И сколько там уже есть? Много офисов, которые производственные, да? То есть у нас есть офисы в Петербурге и Воронеже в России, и в Украине, в Киеве, Харькове, Воронеже, в Украине, в Киеве, Харькове, в Херсоне, в Миропетровске, в Одессе. Вот, еще пять, соответственно. Вот. И, в общем, все эти офисы находятся на разных этапах развития, за каждым из офисов стоит отдельная история, везде своеобразная культура. И, конечно, много всего интересного с этим связано. Как бы я сейчас коротко расскажу, да, постараюсь про ту тему, которую я хотел рассказать. Вот. Но самое интересное, конечно, это, если вы задаете вопросы. Вопросы прошу задавать строго по ходу, в любой момент. Я постараюсь смотреть на вас периодически. Вот. И можно голосом, если я тут не обращаю внимание, чтобы меня прогревать. Все равно супер большой связанности презентации нет. Итак. Я когда-то думал, что мы работаем в самой хорошей компании в мире. Думаю, это, в общем, не новое. Года два. В основном, в связи с тем, что в 98-м году весной наша компания образовалась, а осенью случился кризис, а зарплата у нас будет в долларах. И так и остались, да. И это вот та ситуация, когда весь строй сделал шаг назад. Большая часть компаний начала платить хуже, даром начал платить очень хорошо. Ну и ощущение, что это решение в видов. К нам пошел народ с зажигателями. У нас были суперпроекты, да, были губы, так и все. Вот. Сейчас я так не считаю. Сейчас я считаю, что мы работаем в одной из нормальных компаний. Например, в Петербурге там большая часть компаний, которые работают в IT, хорошие компании. На других рынках сейчас, в общем, все цивилизуется. И не меньше половины компании являются нормальными, да. Есть новые компании, которые хотел бы сам поработать. И мне очень нравится, как хорошие, харизматичные лидеры хвалят свои компании. Например, многие чудесно рассказывают про то, насколько компании эффективно работают. Насколько у них все четко и понятно устроено. Пришел, тебе четко все объяснили, все можно сделать, да. Насколько им легко построить новые подразделения, потому что у них есть четкое понимание процесса, четкое понимание процедур и того, как нужно делать. Да, компании выглядят в высшей степени управляемыми, да. То есть, четко, понятно, кому что нужно сказать. Каким образом нужно информировать компанию для того, чтобы любые изменения были сделаны. Все измеримо, есть четкие метрики. Руководство ощущает себя очень комфортно, да. И потому что оно как бы не теряет контроль над тем, что происходит в бизнесе. Могу рассказать, что, например, вот первый раз я сам услышал про компанию SoftSurf. Это украинская компания, очень большая, очень хорошая, очень сильная, родом из любого. Сейчас подкрывали в одном офисе. В основном в Западной Украине, но не только, и в Восточной тоже. Очень, ну там у них, не знаю, по-моему, за 2000 человек, если не больше. И он рассказывал про SoftSurf, это такая огромная фабрика по производству в ООО. Да, рассказывал вице-президент. Я заранее заочно прошу прощения, если перейду по форму, потому что у меня нет Зиморовской фамилии его. Вот. И вот он рассказывал про фабрику так, что мне очень хотелось там работать. Мне очень понравилось, как написал свою компанию. Хотя у нас, например, там, где я в удовольствии работал, вообще все по-другому. То есть, тем не менее, вот именно в тех терминах, которые я здесь привел, он рассказал про компанию, как она чудесно устроена. Да, вы видите у меня картинка. Все это очень похоже на такую хорошую, мощную боевую машину, да, в которой есть четкие элементы управления, которые позволяют ей показывать свою детскую мушь, да. С другой стороны, как бы есть другие хорошие слова, их правда меньше, да, такие как адаптивность, научение, да, способность компании расти самой по себе, да. Эти слова тоже принцип хорошие. Здорово, да, если руководство ничего не делает, а компания растет, проблему решаются сами по себе, вот. Не надо напрягаться, если что-то в компании, Бог ему стоит, подождите, сейчас мы выросли, через годик там все само собой образуются, и правда же образовываться. Вот. Это, так сказать, органический подход в компании, да, но про органический подход в честном виде, да, я узнал тоже не от себя и не откуда-то. А из книжки, которая называется «Живая компания», наверное, многие могли ее читать, по-моему, автор Андрей Дегис, как бы, и издана она была в издательстве стабильственной школы экономики когда-то. Ее достаточно легко, по-моему, скачать и купить. И самое интересное, что это была книжка, написанная про органические элементы в совсем не маленькой, совсем не динамичной компании. Про это было написано про роли удачи Shell. Да, чем мне нравится эта книжка, тем, что я читал много бестселлеров, которые потом, когда их перечитываешь через пять лет, ну, чтобы разворачиваться. А там ничего не угадали. Да, вот это, не знаю, хорошее воспринимание или еще что-нибудь. Там, какая-то большая наука стоит за всем этим, а в результате получается еще очень хорошая. Вот эта книжка очень хорошая, потому что то, что там написано, там никакого пафоса научного нет, там все очень практично. И, тем не менее, когда я вижу в новостях, оно строго подтверждает то, что можно про Royal Dutch Shell прочитать в этой книжке. Про живую компанию, про подходы к живой компании как к организму. Вот. На самом деле, любая живая компания, да, и любая компания вообще, не является ни то, ни другой. Это, очевидно, да, это некая вот страшная сихмиоза того и другого. Есть органические элементы, есть химминистические элементы. Но, тем не менее, полезно научиться смотреть на вещи с разных сторон. И понимать, что это не противоречия какие-то, это просто разные взгляды, которые подачивают друг друга. Уметь понимать людей, которые по-другому видят мир, да. Если памяти шли сотрудники из компании, у которой были другие установки, другие взгляды вительства, то с этим, безусловно, придется столкнуться, потому что они после первого времени не будут понимать, о чем будет. И еще умение подкапливать коммуникационные схемы для общения с разными людьми, да. Это тоже очень важно. Когда мы общаемся с людьми, сотрудниками, коллегами, с кандидатами, то есть две проблемы, да. У меня есть проблема, она лично моя, но я знаю, что вновь мне с ней тоже сталкиваются. Я не очень быстро соображаю, да, если у меня на ходу нет готовых каких-то схем, то мне чего-то вот так симпровизировать удается, или будем всегда, а потом обильно. Это первое, да. Второе, связано с тем, что часто есть место эмоциям. Часто мы испытываем воздражение, усталость, еще почему-то. Мы отреагировали на какое-то неадекватное паттерн в поведении, да. И эмоции мешают нам хорошо думать, да. Это тоже повод для того, чтобы заранее иметь в голове какие-то ментальные конструкции, да, которые можно включить и взять себя под контроль. Вот, собственно, да, поскольку компания гибридная, да, здесь, собственно, можно быть компанией, у которой части ее смотрят в разные стороны, а можно научить им хорошо общаться. Вот, собственно, потому что вы научитесь хорошо общаться, имеют свою точку зрения и посвящена презентации. Итак, вот, как бы, начну смотреть с точки, есть очень много исключений, но в общем и целом. Да, да, прошу, спасибо большое. Отлично работает. Значит, есть два типа лидеров на самом деле, да. Есть лидеры механического толка, есть лидеры органического толка. Конечно, это не два, не две группы, это два полюса, один из которых населен одними людьми, другой другими людьми, есть такой целый спектр людей между ними, да, но в основном механики это опытные люди, да, это люди индивидуалистического склада, вот, и которые испытывают, как бы, меньше эмоций, как бы более рациональные, но при этом, если уж они испытывают эмоции, то они обычно одержимы сильными страстями, то есть у них есть желание лидерства, есть желание, там, типа, обогащения, еще чего-то, вот. Какие-то там социальные чувства в меньшей степени они проявляют, что будет у них, не знаю, но проявляют меньше. И те, кто знаком с теорией антизис, очень популярной сейчас, да, то это люди, конечно, такого склада дуэров, да, те, кто любит достигать каких-то конкретных целей, сначала делал, потом рассуждение, и административного склада, которым нравится все упорядочить, организовывать, естественно, и так далее, да, и в фокусе у них всегда результаты и структуры. То есть, все сделано для такой-то цели, да, там, организация существует не просто так, и, как бы, она должна быть хорошо сконструирована. Вот, например, Александр Андреев, да, Владислав Джойс, он там часто говорит о своей компании, начинает, там, типа, я вижу себя как предприниматель, как человек, который делает чудесные механизмы, которые работают как у меня, радуют людей, как бы, и, в общем, и особо не нужен правильный, сложный, правильно структурированный, да. И обычно, опять-таки, это достаточно конкретные люди, которым нравится говорить о конкретных вещах, им устраивают какие-то абстрактные, непонятные конструкции, и ежи, да, в большей степени упертые, идущие к своей цели, и готовы адаптироваться к любые обстоятельства, к любые изменения, да. Органики чаще бывают молодыми, да, потому что они просто не знают, как строить, поэтому строят, как получается. Коллективисты, то есть те, кто в большей степени склонны к коллективному восприятию, да, они реже одержимы страстями, но часто питают чувства, они любят коллег, они любят свой бизнес, им нравится, как бы, в общем, они занимаются, да. Они в большей степени предприниматели интеграторы, чаще всего, их не очень интересует административный процесс, их мечта интересует очень конкретных целей, иногда они даже, там, типа, в первую очередь, у них процесс, то, как мы делаем, да, какие-то промежуточные результаты, то, чтобы наше программное обеспечение было крутым, чтобы мы все делали очень хорошо, чтобы мы были сантиментами, да, а результат, как бы, да, он должен быть замечательным, но будет он годом позже, ничего страшного. И культура их волнует, чтобы, да, чтобы все было круто. И чаще всего это достаточно абстракт, не будьте, кто готовы сказать по верхам или всего толку. Опять-таки, во всем этом есть достаточное количество исключений. Вот. Теперь, значит, давайте поговорим про конструктив, который из этого вытекает, да. Вот, если мы общаемся с каким-то лидером, то очень важно понимать, на какой позиции он примерно стоит. Ну, лидеры различаются не только по этому признаку, а еще по множеству других, но по этому признаку различаются достаточно неплохо. Если мы будем говорить с тем или иным лидером не его языком, то взаимопонимания мы не достигнем. По моему опыту, как бы, нужно разговаривать, начиная от силу, с каких-то ключевых понятий, и потом уже в рамках этих понятий переходить к вещам, которые идут дальше, да. Во-первых, если мы говорим с механиками, то явно нужно говорить про стратегию, цели, результаты, да, про то, что ему близко и нравится. Вот. Здесь, собственно, написано, о чем это говорит, да. А в рамках уже нужно говорить про остальные вещи, да. Например, для того, чтобы добиться эффективности, нам нужно инвестировать в инновации потому-то и торг-мута в такой-то структуре и в чем-то, да. Говорите, ну давайте попробуем, посмотрим, что получится. В общем, бессмысленно, да. И ему это просто неприемлемо. Вот. Если нужно какое-то исключение поддержать, да, то нужно объяснить, почему это исключение будет временным, почему оно не разрушает систему, почему на самом деле оно позволит эту систему эффективно поддержать. Потому что любые вещи, которые делаются не в рамках его системного мышления, они, естественно, его раздражают. То же самое с органичными лидерами, да. Все делать по правилам, это бюрократизм, мы не та компания, мы динамичные, молодые, интересные, да. Для них стоит говорить как бы о том, что, ну слушайте, мы просто разоримся, если не будем считать деньги и не внедрим правильный учет, как бы, да. Вот, собственно, для того, чтобы мы могли вести наш образ жизни, нам нужно быть управляемым. И все такое. Как бы, ну, обычно, наверное, презентация ставлю только картинки, да, здесь достаточно много букв и презентацию, я думаю, потом всех пошлют. Если кому-то будет интересно, можно посмотреть и поэкспериментировать с такими конструкциями. Если у кого-то были примеры в жизни, да, такие, то можно их обсудить. Хорошо. Значит, еще очень важным моментом является координация организации, да, это вообще моя любимая тема. Кто читал книжку «Минск, картоструктура в кулаке» и вообще его теорию про то, как по-разному эволюционируют, развиваются организации, могут это вспомнить. Кто мне читал, советую почитать, это древняя классика, описывающая эволюцию компаний, и в том числе описывающую эволюцию компаний айтишных. И интересно, что практически все наблюдаемые эволюции компании, они в большой степени развиваются от эдократии, как он это называет, от творческих коллективов к профессиональной бюрократии. У Минскорга есть самая замечательная идея, он говорит, что развитие компаний напрямую связано с тем механизмом координации, который в них используется. Он выделяет разные типы компаний, но делится все на две группы. В общем, почти все компании, дивизиональные формы, все виды бюрократии, но у него бюрократия – это хорошее слово, это неплохое слово, это автоматизация до того, как мы запрели компьютеры. То есть бюрократия – это способ управлять компанией, основываясь на каких-то процессах, в подсчете, метрике, еще на чем-то. И во всех типах бюрократии, мы что-нибудь стандартизируем, продукт, процесс, и на этих стандартах мы живем так. Вы как касатель в творческом коллективе, мы позируемся на mutual justice, на том, что мы подстраиваемся друг под друга, выравниваемся, стараемся претеренция, еще в чем-то. И так далее. Да, но есть еще простая форма, она начальник всем руководит, но она совсем не масштабируемая, хотя все в ней живут. Так вот, самое интересное, что действительно, если компания начинает масштабировать, начинает развиваться, то она стремится стать бюрократией, если хочет все наладить. Механики почти все начинают идти по этому пути. Большие компании часто вырастают в профессиональной бюрократии. Развитая форма профессиональной бюрократии – это больнички, университеты. Ну вот, наиболее типичные примеры, с которыми, наверное, все так или иначе сталкивались или по сериалам, или в личной жизни. В вузах все учились, если общались с профессорой, то это типичная ситуация. Это много замечательных людей, которые почему-то не могут жить между друг с другом. Действительно, в профессиональных бюрократиях – это стандартизация навыков и умений людей. То есть люди, вот все эти законы о грейдинге, которые у нас возникают, подпытка отделить сеньоров от униоров, понять, кто же у нас такой, какой-нибудь полусеньор-автоматизатор, где он ложится на нашу шкалу и на все прочее. Это все из области стандартизации скиллов, которые давно проходили аудиторские компании, юридические компании и другие профессиональные компании, которые на устарственном уровне зарегулированы, например, для образовательных учреждений, для медицинских учреждений и все такое. И бедой этого направления является то, что на самом деле стабильно развиваются конфликты и развивается политический фрейм, пауэрфрейм. То есть люди начинают мериться. Если они не могут мериться конкретными достижениями, то они начинают мериться статусом, прудезной. Появляются авторитеты, которые уже боятся что-либо делать, чтобы уронить свой выдающийся уровень. Кто-то становится капитаном очевидность, кто-то отказывается вообще взаимодействовать с людьми. Все сталкивались с этим неиздержанием. Хотя при всем притом мы имеем красивую, понятную картину. С другой стороны, в органическом подходе ключевым фактором координации являются самые взаимные подстройки. То есть умение подлагаться друг по другу. Это делает нас лучше, это делает нас добрее. Но для того, чтобы это происходило, компания должен быть порта, чтобы людям приходилось подстраиваться друг по другу, потому что нельзя было сказать, мы делаем вот так, в нашем процессе написано вот так, это решение всех решений. Если сказано, как бывает в примитивных организациях, ребята, вы команды проекта, грудитесь как можете, делайте, то в конце концов, если они таки хотят сделать этот проект, а это в норме так, то придется что-нибудь с этим сделать. И придется научиться каким-то образом к друг другу подстраиваться. Так получаются, на самом деле, хорошие команды людей с разными профилями, с разными навыками, с разными настроениями, да, которые, тем не менее, помогают друг другу, да. И иногда, даже иногда, происходит реализация метафора Тимов Пирс, команда равна та, которой столько написано в книжках. Она, на самом деле, не всегда получается, как бы мы не старались, какие-то там скрамы с экспеди применяли. Но тем, все равно статусной иерархии она так иначе возникает. Но когда люди уважают друг друга, любят друг друга и понимают, да, ценность себя в разных ролях, да. Вот я помню, там, когда от раннего периода, кто-то говорит по-английски, кто-то умеет программировать, кто-то там неплохо разбирается в пазах данных, да. А нужно сделать хорошую программную систему. Мы нифига не умеем, да, но зато мы такой заказ получили. Ну, мы все друг другу помогаем, все друг другу учимся, это крайне здорово, да. Потом на десятилетие остается отношение доверия, отношение любви друг к другу, да. Но если сразу все четко расставить по полочкам, если сразу все четко рассказать, это просто не нужно. Этот механизм координации утрачивается. Выбор любой компании, насколько быстро двигаться по этому пути. Движение по пути от техократии к профессиональной бракате, наверное, неизбежно, если компания растет и развивает, если не законсервировать в маленьком размере. Вот. Если это там продуктовая компания, то она может свернуть немножко на другой фланг. Или стандартинг. Будет представить какие-нибудь пунктивированные вертикальные сервисы, более сложные, спонсульт-консаутинг, так еще с чем-то. Она может быть ингредициональной формы принять или еще что-то. Но все равно это будет уход в сторону стандартизации, сторону масштабирования и сторону курократии. Большой проблемой является то, как на самом деле адаптировать эти вещи. И нужно понимать, что компании разного типа вырастают в разной среде. Чем более кукулентная среда, тем больше места, естественно, для преобразования, для хаоса и для взаимных подстроек. Если среда более не менее стабильная, то хаос увеличивает издержки, и компания просто погибает из-за того, что неэффективно использует капитал, использует свои ресурсы, и конкуренты ее убивают. Значит, здесь возникает вторая диремма. Личный выбор, насколько быстро двигается по пути стандартизации, нужно ли вообще расти, клаваться на это. Вторая диремма, если мы оказались не там. Если, например, мы классно все стандартизовали, внедрили и так далее, и оказались кукулентной среде. Что делать? Или, если у нас такой творческий портап, а мы понимаем, что конкуренция накатывает, и нужно заботиться об эффективности, зарплаты растут, цены на рынке падают, маржа снижается, нужно как-то оптимизироваться. А как это делать, если мы все друзья и все друг друга любим? Это очень интересный элемент. По многому до этого предыдущие слайды были, о том, как разговаривать о разных вещах, разных элементах. Нужно учиться объяснять, что для чего делается. Вот простой пример из нашей жизни. Большинство компаний, где стейкходеры активны, где они являются лидерами компании, там звучит простая вещь. Ребята, компания создана, чтобы зарабатывать деньги. Мы все собрались, чтобы зарабатывать деньги. Вот мы сейчас к деньгам перейдем. Если мы работаем в компании типа Дейтарта, где у нас так случилось, что лидеры не очень активны, они любят деньги, но об этом публично особо не рассказывали. То возникает вопрос, как научиться работать с рынком капитала. Возникает другая вещь, страх какой. Если мы не будем давать эффективную отдачу на капитал, то мы не сможем вести тот образ жизни, который мы любим. Нам нужно за этим следить. Уйдут наши добрые стейкходеры, придут злые, и мы все умрем. Если у нас отдача на капитал рыночное, то мы легко поменяем. Одни источники капитала станут другие, но мы умеем обслуживать тот капитал, который компания использует. Это цена вопроса. И в данном случае это превращается в гигиенический фактор. Компания не пытается максимизировать прибыль, но зато гораздо более напряженно пытается обеспечить хорошую отдачную инвестицию. Еще есть существенная разница в том, как механики и органики внедряют изменения в компанию. Механики чаще всего внедряют изменения сверху вниз. Они зачастую думают, что они думают, они придумывают, придумывают хорошие какие-то решения, и потом сообщают компании, как мы будем дальше жить. Я вам скажу, что в органической среде подобные заходы кончаются очень плачевно. Мы когда-то там в датаарте пытались влюбить у себя хорошие процессы, хорошие системы, тогда там еще в ходе по 7 мая, начало 2010 лет назад. И когда мы все это нарисовали, предложили компании, то вызвали дикое отторжение и все это выкинули в по-моему. Органики обычно почитают движение снизу вверх. У каждого есть свои планы и правильные и неправильные шаги. Что хорошо в механике? То, что изменения оказываются систематически и контролируемы. То есть они себе представляют, что они хотят получить, представляют себе, куда могут прийти, могут это объяснять. И что очень важно? Во-первых, важно интегрировать эти изменения на этапе разработки. Если просто на любую компанию вывести любые изменения, не поговорив с людьми, не получив согласия в группах и так далее, то получишь отторжение просто потому, что люди тупо не любят изменения. Это эмоциональная особенность поведения людей. Вторая вещь – это очень важно. Нужно продавать изменения, нужно помнить, что нужно об изменениях рассказать так, чтобы всем захотелось. Не просто сообщить, что вот так будет, потому что мне уже все ясно. Нужно дикую харизму и дикое ее приложение, как во всем и каждом, для того, чтобы это легко прошло. И нужно уважать автономию. Нужно иметь четкую границу. Вообще, в механических компаниях как-то, да, на самом деле, что органическое проявляется в виде исключений. Люди остаются людьми. Они и там, и там примерно одинаковые. Но просто то, что в органических компаниях считается естественным, в механических компаниях – это в виде исключения. Есть цитата, которую приписывает Генри Форда, я заживаю, что он этого не говорил, потому что Куршлиника никогда не нашел. Тем не менее, что когда мне нужен пара рук, я получаю в положение рабочего. Вот это же самое здесь, да, когда нам нужны какие-нибудь скиллы в проекте, мы получаем человека со своим бытом, семьей, инфлюзентерами, проблемами, амбицией, еще чем-то. И все это как-то в организации существует, да. Но если у человека есть амбиции, есть желание самореализации и так далее, нужно дать ему какую-то зону автономную, где он сможет все это сделать. Но простейший вариант, который я всегда рассказываю в управлении людьми, да. Если не очень принципиально, как сделать, то всегда лучше отдать выбор исполнителю, как сделать. Во всех непринципиальных моментах. Может быть, мы знаем, как это чуть-чуть лучше сделать, но ему уже нужно удовлетворять свою потребность где-то в самореализации. Если это не очень принципиально, то пускай делает, как хочет. Это не потому, что он лучше сделает, это потому, что ему будет лучше, он будет более мотивированный сейчас. Если говорить про органику, да, и говорить про процессы, которые зачастую идут снизу вверх, то у них с изменениями все интереснее. Значит, органика всегда классно обещает светлое будущее, но это, знаете, всегда выглядит как легенда. Я не знаю, кто, как он видит в детстве с ней сталкивался. Протанка, про Моисея, там, Уфра, Прометей, еще про кого-то. Кого-то поведет в сердце от чего-то ужасного к световому будущему с огромными жертвами, да, в том числе принесают жертву в себя. Это типичный органический путь изменений, да, мы идем куда-то к свету от тьмы, да, но очень трава. Через страшный лес или через пустыню. Значит, что происходит? Спонтанно все идет, потому что есть такой элемент, там, парового котла, да, там, накипает, накипает, и все, все уже не работает. Мы меняемся, значит, в органических компаниях есть два очень интересных способа что-то изменять, да, в органических компаниях новое вырастает само. Но чтобы оно вырасту, нужно убрать старт. Поэтому изменения базируются на забывании и разрушении. В органических компаниях приходится видеть с тем, что какие-то процессы, которые установлены, люди на них забивают и забывают про них. Потом можно вычислить инфраструктуру, которая связана. Это хороший способ сделать, чтобы потом, через какое-то время поставишь это новое. Все процессы, да, их нужно обновлять. В органической компании у нас нет структуры, нет четких способов обновить процесс легко, да. Поэтому, ну, всегда нужно доводить дело до конца, нужно работать правильно. Нет, не всегда. Можно просто забыть и зайти на что-то, да. А потом сделать новый способ делать хорошо и его всем продать. Еще более сильная вещь – разрушение, да. Лидерство через разрушение. Сейчас очень модная тема, слышал на многих конференциях. Пример, да, лидеров, которые действовали через разрушение, да. Для нас всех знакома эта ситуация. У нас было два известных очень лидера. Это Михаил Сергеевич Рубачёв и Владимир Владимирович Путин. Вот. Первый разрушитель, который благими намерениями, порушил практически все, что было до него, да. Ну, кто-то считает, что нужно было уоружить, кто-то говорит, что это не было. Неизбежно, кто-то говорит, что это не нужно было делать. Неважно. Он разрушитель, да. Там, типа, Путин, как бы мы к нему не относились там хорошо-плохо, да, опять-таки из tuvoюли столько мнений, он созидатель. Он что-то строит, делает, как бы, пытается что-то пытается, там, то, что получается, и то, как, как, как видят его окружение, сделать, сделают по-хорошо, да. Ну, по всем мире отношение к разрушительному Горбачёв в принципе, там, к демократному и продвигателю световых ценностей, к разрушительному, к созидательному Путину отношение негативное, потому что вот типа демократию зажимают. Ну и в западной мере, естественно, которая релевантен для нашей индустрии во многом. То же самое сейчас с арабами или еще где-то. Нет однозначности, разрушители могут быть вполне позитивными людьми в восприятии, если они достигли своего успеха. Но разрушителям очень важно понимать, что нужно куда-то деваться на какое-то время, потому что благодарные разрушителям не бывают неконтакты. В отличие от созидателями, потому что люди неуверенного толка легко за созидателями идут. И затем, после того, как мы разрушили или забыли все старое, нужно формировать что-то новое. Новое формируется по законам органических систем только в том случае, если есть свобода и открытость. Для чего вообще происходят изменения? Все изменения продиктованы только одним – адаптацией компании к внешней и изменившейся внешней и внутренней среде. Просто так менять ничего не надо. Среда меняется, мы вынуждены меняться, иначе лучше не меняться. Соответственно, если в компании органистической руководство знает, что изменилось, и говорит, что нужно изменить в компании. Подсмотрели у кого-то, придумали, решили как-то. В органической компании это должно произойти само. Как оно само произойти? Только если много людей растворены в окружающей среде. В IT-компаниях, особенно в сервисах, это бывает так. Много народу работает в каких-то проектах, каких-то структурах, активно растворенные во внешней среде. Соответственно, оно само новое, хорошее, современное может вырасти, надо бы не мешать. Что здесь важно? Это важно контролировать, поддерживать изменения, для того, чтобы не разнесло что-то. Потому что амбиции, страхи, переживания, конфликты, мнения и так далее. В органической компании, как и с нашим организмом, нужно вести здоровый образ жизни, давать лекарства, еще чего-то. Нужно за этим следить. Потому что мы не можем вмешаться. По хирургу, мы не бегаем так же, как в домашней аптечке, без таблеток. И, собственно, очень важно, это то, что называется овчингом, я не люблю это слово, я сказал, что оно затасканное. Но, тем не менее, что-то в этой области нужно помогать людям раскрываться и не мешать это делать. Потому что люди найдут свои способы делать, даже если способы эти кажутся на первых снях дикими, это то преимущество, которое органические компании имеют. Люди во всех местах могут найти новые способы делать вещи, которых мы не ожидали, и мы получим новых лидеров, новые, конкурентные преимущества, еще что-то. Теперь о техах. Важная тема. Наверное, самое четко определяющее различие между компаниями. У нас есть деньги в понимании механиков, в понимании механиков деньги, такой бензин, на котором работает компания. Кто-то строит мощную компанию, в которой вкачивается много денег, и которая едет быстрее всех, и этим катится. Кто-то хочет экономическую компанию построить, эффективную с точки зрения потребления топлива. Для органиков деньги это такой форм для любимого бетонца. За него тоже нужно платить, но хочется порадовать всех деньгами и так далее. Питомцы нас любят не за деньги. Компании, органических лидеров, органические лидеры приятно думают, что компания любит не за деньги. Механики склонны, думают, что все только за деньги и работают. Конечно, полярные точки зрения, но они очень характерны. Например, у нас в компании, я вижу людей, которые строго стоят на полюсах в этом вопросе. Правда, как всегда, где-то посередине, но с этим нужно уметь разбираться. Вот хороший вариант. Какие подходы есть к зарплатному вопросу? У механиков зарплатный вопрос это в первую очередь плата за труд. То есть люди трудятся и за это получают деньги. Нормально, хорошо, так было, так будет еще. Карл Маркс писал, что с этим может случиться. Еще деньги это награда за успех. Комиссия продавцу, награда за какую-нибудь экономию бюджета или за выполнение сроков, или еще за что-то, за какой-то конкретный результат в команде. Хорошо это или плохо? Это нормально, это естественно. Это одна сторона права. Но у этого есть свои издержки. Мы все с этим сталкивались. Почему за один и тот же труд у нас сотрудники получают разные зарплаты? Оплату компетенциям, стандарт сейчас в IT-индустрии. Но почему-то мы в парадигме труда сталкиваемся с этой проблемой. И с возникновением чувства несправедливости, которая очень разрушительна на самом деле в коллективе. Награда за успех. А если просто этим повезло и подвалил, а другая команда мучила, совершила подвиги, но успех не пришел, потому что, например, клиент там разорился. Типичное явление. Ну, понятно, это жизнь, да? Сегодня выигрываем, завтра выигрываем, что никто в этом не виноват. Но определенный осадочек у команды остается. Органики могут придумывать более удачные варианты для объяснения компенсации. Но они чуть-чуть более сложные абстракты, как всегда. Во-первых, зарплата на самом деле, это никакая не облата за труд. Это компенсация для того, чтобы ты работаешь в нашей компании, а не работаешь в трубой нормально. То есть мы, как бы это, например, сегодняшняя реальность наша, так мы пытаемся подходить к зарплате. Мы не знаем, что тебе нужно платить. Но мы понимаем, что ты работаешь у нас, а не работаешь в других компаниях. Поэтому мы должны тебе платить примерно то, что ты получаешь на рынке. Это наша задача. Чтобы ты не особо терял, твоя семья не особо теряла. Из-за того, что ты работаешь у нас, они в другом месте. Понятно, что средняя это средняя, это статистическая вещь. Но это важная, это наша задача платить тебе рыночную зарплату. Ну, по крайней мере, не меньше. Если получается больше, то хорошо. Но рыночную это платить, наша задача. И мы можем в конструктивной сборке договариваться о том, что он не считает рыночную зарплату. Если у тебя есть уникальная возможность получить это сильно больше рынка, так используя ее, если у нашей компании нет такой же уникальной возможности. Значит, затем, во многом органики ценят усилия. Они видят, как одна команда небе лежащего приносит большой доход и не видят в этом большого подвига. Максимум, что компания может сделать, если полиция разбегутся оттуда люди, дать какие-то премии, чтобы там команда все делала стабильно и не продолжала делать неинтересную работу. Но высокодоход. А органики любят оценивать усилия. Подвиг, напрягались, ну, как бы там все получилось плохо, все скили. Заказчик нас изгнал и так далее. Но было столько усилий, столько рвения, столько достижений, что хочется дать людям денег. Ну, что я могу сказать, как бы, да? Органический подход здесь тоже имеет под собой большие основания именно в силу социальных фактов людей. Люди это ценят, да? Вот моя любимая метафора здесь это, если кто-то смотрит сутбол, да? Вот проиграли две команды, да? Одна команда выиграла или проиграла, неважно как, но после матча уходит, с видом мы не очень-то и старались. Вот чтобы сохранить ее надо. Ну, про какую команду я говорю, каждый может догадаться. К примеру, своего опыта и знания. Ну, все так выведены, да? Другой считается, команда выигрывала и проиграла, да? Но все лежат, судорогами сведены ноги, грязные порванные футболки и так далее. Ну, мы выше с респектом к ним всегда, да? Вот это человеческое восприятие. Что правильно, что неправильно, да не важно, как они играли, как они приносят, или не приносят результат, как бы отбежоны они или, там, бойцы. Ну, не суть важна, как бы, да? И те, и другие команды бывают эффективны и неэффективны. Но мы всегда с большим респектом относимся к героям, да? И все это видят, поэтому от благодарности, как бы оценку усилия очень важна. Что такое премии? Да, если премия у механика, это наградный успех, то премия у органиков – это благодарность. Мы говорим спасибо людям за это и за это. За усилия, за какие-то особые достижения, за то, что просто они продолжают с нами работать, хотя нужно наверняка доехать, еще за что-то, да? Но это, ну, всегда есть налет некий благодарности. И компания благодарит людей за что-то, и все понимают, за что компания благодарит и пытаются тоже, знаете, как в школе, чтобы похвалил учитель, да? Ну, это же у нас остается, да? Все остальные тоже думают, ну, вот, за это хватит, значит, нужно примерно так делать. Оба подхода хороших, да, значит, при хорошей реализации, да? В механическом подходе фокус, да, должен быть на том, чтобы давать четкую обратную связь результата с наградой. То есть, сила механика – это четкие и понятные правила игры. Если происходит согласование, да, чего-то с чем-то, и что-то делается не по правилу, ну, типичная проблема – механик придумал хорошую систему компенсации поддавца, и тут продавец начал получать у Божия больше, чем у него зарплату генерального директора. Ну, в девяти случаях из десяти, но я наблюдал меньше, чем в десяти, но, тем не менее, у меня такое впечатление. Начинается пересмотр схемы компенсации, как бы. Чувство несправедливости охватывает уже начальство, что-то там в зал нарезают и так далее. Ну, это очень травматично, потому что правила игры – это священная коровая механика. Трогать их нельзя. Ну, слушайте, зарплата у продавца была тема, а рынок охладится, и он начнет получать сильно меньше генерального директора. Генеральный директор, ну, примерно, там, да, с точностью, что там, да, бонусная схема будет все равно защищен. Но не нужно так уж сильно переживать и жару и душицы, да. Правила игры должны быть священные, пересмотр их тоже должен быть за процедурой. Да, вот этот важный инструмент – процедурная спередлива. Все должны четко понимать, каким образом правила применяются. Когда правила применяются, всем это не нравится, как бы, но если это делается по четко понятным правилам, если изменение правил игры тоже часть правила игры, да, это менее травматично, поэтому процедурная спередливасть ключевые слова по снижению демотивации, по снижению чувства несправедливости. Главная научка – это не адаптация к рынку. Как бы, мы построили чудесную систему, а тут вдруг на рынке зарплаты поперли вверх, как бы на них никого нельзя и так далее, вот тут как бы всю нашу красивую систему начинает ломать и крючить. Многие компании еще в первые волны развития рынка IT полегли жертвами, да, вот особенно с корнями в старую советскую систему, с опытными там начальниками полегли конкуренцией на рынке труда из-за этой проблемы, да. И еще большая ошибка – очень измерение людей. Поскольку все хочется измерить, хочется на людей нависать метриками. Очень важный момент. На людей метрики не надо вешать никогда, даже на конечные компания. Люди не любят, когда их меряют. Люди, как бы, ну, тупо не любят. Очень мало людей готовы эффективно там, типа, жить с метриками. Те, кто готов, будут играть в игру, чтобы повысить свои метрики и цинично вести себя на тратных фронтах. Надо мерить процессы. Из этого делать выводы, да, о том, как вознаградить людей. Мерить своих людей не надо никогда. А если потом кто-то хочет поспорить, с удовольствием могу в куларах или я публично поговорить. Вот. И, значит, что важно для органика, для реализации его схемы, да. Первый главный фокус – это публичность мотивов. Вот. Ну, что называется, мягкий волюнтаризм, да, то, что используется. Не должно быть какой-то регулярности, жесткости, но когда мы даем премию, должно быть четко и публично объяснено. Размер премии, говорим, не надо, да, как и в любом случае, размер денег может у всех беспокоить, но тут сам факт, что дали премию, он должен быть объяснен, должно быть сказано, за что мы ее дали. Всем должно быть понятно, да. Как компания играет и понятные насыщения мотивов. Спасибо вот за это, да, вот на это такие образом оценили. Это все хорошо, что кому-то и кому-то, да. Вот. И должно быть написано какие-то политики, которые, собственно, объясняют, чем все мотивируют, зачем все должны руководствоваться в сложных случаях. Политики не то, что все по ним действуют, да, все действуют на основе здравого смысла. Но если трудно, то есть где посчитать. Там написано, как мы должны себя вести. Это такое вот последнее прибежище для decision-makers, у которых очень много мелких решений в органической компании, потому что нет понятного процесса. Вот. И какие здесь есть ловушки, да. Ловушка первая, увлечься барьерами. То есть, когда у тебя есть пументализм, очень легко надавать людям премии, заставляя их делать то, чего они не хотят. Потом накипит. Да, ну, как бы, человеку будут благодарны все. Компания даст им много денег за то, что он трудится 12-14 часов в день с заказчиком, который его материт, там, допускай по-английски, не так обиду, но все равно материт. Вот ежедневно. Вот. Семья у них благодарна, потому что там много денег, ну, ипотека, квартиры, еще чего-то все. Но сам человек счастливее от этого не станет. Он выполнит много долгов, он будет все киснуть и киснуть, как бы, да. И, в конце концов, у него накипит, и будет какой-нибудь взрыв или еще что-то. За этим надо следить. Небольшие барьерчики хороши, большие барьеры загонять людей в ловушку, эксплуатировать не очень хорошо. То есть, часто это кончается взрывом. Хотя это, в общем, кост-эффективно, на самом деле, при всем ряду. Компании, которые платят на треть больше рынка и выжимают из людей все соки, они плохо зарабатывают деньги на это. И важно избегать глубокого субъективизма. Субъективность неизбежна. Субъективизм – это когда свое суждение ты выставляешь за высшее период. То есть, это тоже для организма компании не будет. Потому что, ну, все, что держится на суждениях. Если какой-то начальник начал слишком часто судить, то, со своей точки зрения, свои симпатии и антипатии через премии транслировать, то получается очень плохо. Все должно быть коллективным. Вот коллективизм – это главный инструмент против субъективизма. Например, у нас все могут назначать премии всем. Я могу сказать, что система не так уж плохо работает. Вообще, свободных компаний очень хорошо тем, что видишь, в какой степени барьеры в людях выше, чем, на самом деле, внешние барьеры какие-то, да? Вот за 9 лет существования системы, когда есть формочка, где любой может дать любому премию, только два раза люди пытались поиграть в игру. Давай, я тебе в этот месяц дам премию, а ты мне в следующую. Они обнаруживают, что такие премии обрубятся на 99%, и у людей с какими-то причинами все это автомат работает. И он уже видит, не так страшно. Когда они получают письмо от меня или еще кого-то с вопросом, а вы это кто-то серьезно, какие-то неразнообразные у вас представления, еще все это. Люди пугаются очень страшно, что там все-таки живые люди на это смотрят, оказываются. Вот, этого хватает, чтобы все исправить. Но, тем не менее, статистика показывает, что на самом деле люди очень бережно относятся к деньгам компании, если они понимают, что это их решение, их поступок. И, тем не менее, они уже дают весь спектр мотивов, которые есть, и не дают руководству. Сам я обозначаю время очень редко, как и другие руководства. Чаще всего это делать от уровня от PM до темлидов и авторитетов команд. Значит, дальше. Обучение в разных компаниях делается по-разному. У механиков фокус в обучении всегда на знании, навыки, потому что понятно, для чего нужно. Еще есть обучение типа адаптивное, как это делается у нас. Обучение на нашем процессе, тренировки, обучение на рабочем месте. Это номер один, самое хорошее вообще, что есть на самом деле везде. И фокус, как бы, мифический фокус на финансовую отдачу. Это грамм, на самом деле. Священный грамм финансовой отдачи на корпоративное обучение. Это всегда фейпик. Поскольку механики люди конкретные, то фейпики не даются сами себя, обмануть они не могут. Но пытаются, не устанавливают. Зачем? Это другой вопрос. Это издержки взгляда на меры. Значит, результат. Ну, хотя бы видим мулички. Сертификат, еще что-то там, типа достижения и так далее. Механики обвешивают компании, типа, там, и сайты, какие-то сертификаты мулички получат. Пользу от муличек никто не обнаружил, в том числе честные механики тоже. Но, тем не менее, муличкам вот что-то, если деньги не помилят, то мулички можно помилить. Ну, и, наконец, как бы обучение, в принципе, необходимо. Конечно, хорошо бы, чтобы вузы готовили нам сразу людей в нужном количестве, которые можно принять на работу, и тут же будем все хорошо делать. Но поскольку этого не происходит, потому что все казано, как бы, да, нужно доучить три компании и детей. Вот так не все говорят, но урока такие слова я зачастую слышу. Орканики, как бы, они так не считают, они считают, что мы живем в этом мире, как бы, да, он такой, как есть, нужно к нему адаптироваться, приспосабливаться. В обучении поучат, да, вот тот самый, умение вызывать людям раскрываться, еще что-то, это номер один. Очень дорогой инструмент обучения, да, и инвестировать в него приходится сильно. Но, тем не менее, он очень хороший, и на органических компаниях он развивается. Дальше это самообучение развивается. Люди говорят, материалы, задачи и так далее. Ну, как бы, к тебе всю жизнь учиться, иди самообучайся, ну, тебя с активными нейберами, какими-то, с инсультантами, задачами, еще чем-то. Дальше ориентационные, очень хорошие личные. Семинары, где рассказывается, что-то бесполезное. Вот, как вообще в мире что-то происходит. Заяхал какой-то поезд от заказчика, что-то расскажет и так далее. Вот, очень полезная вещь, признается там всеми компаниями, которые это осознали, очень трудно понять это, зачем это все делается, да. Ну, зачем это делается, зачем рассказывать людям о том, что происходит во внешнем мире, да. Потому что людей во внешнем мире в большей степени болит инстинкт, который говорит, что-то я засиделся здесь, и мир не вижу, нужно куда-то идти, да. Если компания позволяет людям смотреть на внешний мир, то люди более стабильны на самом деле и лучше работают, более лояльны на фанте. Никогда нельзя бояться, там, типа, да, познакомить людей с чем-то другим. Потребность в освоении территории, она в большой степени присуща многим, кто попадает в профессионалы, в IT-профессионалы тоже. Соответственно, эти потребности не должны удовлетворяться. Ориентационные семинары очень хороши здесь, как будто это прямой путь к развитию горизонтальных карьер, о которых тоже многие мечтают. Потому что, чтобы люди, у меня не карьера происходило, с другой стороны, не было вот этого апурраута, где-то или в сторону систем, когда мы должны потерять людей, потому что пирамида сужается, а у кого-то степени. Значит, эксперименты. Эксперимент, слово очень тяжелое для механика, эксперимент отличное слово для органика. Давайте попробуем что-нибудь сделать. отрицательный результат тоже результат. Главное, чтобы мы четко поняли, получилось ли, не получилось, если не получилось, то почему. Вот у нас это волшебное слово, которое позволяет поделать что-нибудь, что нельзя, но очень хочется. Могу сказать, что регулярно люди ходят на сторону, поделать свой стартап и так далее. Очень редко у кого-то получается. Если получается хорошая история, это совсем не опасно для компании. там смертность дикая. А большинство присмиревшие возвращаются и душевренно занимаются структурными сервисами. Дальше фокус здесь должен быть удовлетворенностью людей на удовольствие от всего этого и от пользы от отучения. Здесь не надо считать деньги. Нужно считать, доставлять их им удовольствие. Если люди от отучения вышли впечатленные, порадованные, развлеченные, то уже значит, если улучшение хорошо. Если люди есть ощущение пользы вообще здорово, это идеальный среднер. Но удовлетворенность это минимально. Тот тренер, который люди вышли неудовлетворенно, он будет изгнат как бы из нашего списка элементов как бы навсегда. На самом деле здесь важно, что вот в этом спектре нужно все. И то, и то, что с первой, и то, что с правой. А это нужно балансировать в зависимости от каких-то условий. Просто именаником-органиком очень тяжело даются вот те вещи, которые с другой половинки. А сбалансировано введение так много. Следующие вещи. Теперь я уже про больные темы говорю. Масштабирование. Масштабирование неоднозначно. Масштабировать механическую компанию проще. И механика проще заниматься масштабированием. Значит, органические компании развиваются медленно, да? Помним, как я вот уже говорю про витамины Одизиса, да? Вот витамины, которыми пользуются механик, да, они все шуртеровские, они все краткосрочные. Они отлично работают на коротком сроке, да? У органика все хорошо на длительном сроке. Но, как вы рад, да? И в этом тоже историка правда. На длодосрочной перспективе мы все умрем. А в краткосрочной перспективе нам нужно выживать. Поэтому, конечно, механики справляются с краткосрочными проблемами, потому что облигирование эффективнее. И там этот подход хороший. Вот. Собственно, это проблема контекста, которая сейчас очень чувствует, просто чувствует это акция. Мы открываем новый офис в разных городах. А компания, как бы вот за время эти офисы функционировали сильно, конечно, мы уже далеко не довольницы, которые были там 10 лет назад. Накоплено кучу ноу-хау, куча знаний, и так далее. И происходит дикий разрыв коммуникаций по новости. Во-первых, в этих рубежах, но вот всем рассказывать, что мы такие неформальные, мы такие добрые, приходите к нам, приходите к нам, да? И начинают на свой раз что-то делать, потому что мы такие неформальные. А мы говорим, нет, так нельзя, так нельзя, так нельзя, так нельзя. И принуждаем мы их в тапу и на свой раз. Это, в общем, это большая засада как-то, да? Свежая. Вот. Который видим. Второе это заполнение контекста, да? Когда открываем офис постоянно сидит кто-нибудь там, типа из Карпата, да? Ну, еще чего-то. Как-то начинается все. Потом, значит, идет сам инквизисный этап, все уезжают, он начинает жить сам по себе с Эльки на Визите. Вот. У людей накатывает контекст. Они забывают тех живых людей, которые к ним приезжали. Мир у них снова становится такой, каким они его видели до того, как начали работать у нас. Вот это, как бы, если бы мы им насадили структурно жесткие правила, жесткие системы, четко к этому всему пленутили, то новый контекст, по которому приходится работать, будет снял бы старый. А из-за того, что такие правила неявные, мягкие, нечетные, да? Все такие вот, как бы, аккуратно сделанные, да? Это, как бы, не заостряет проблему, да? И из-за этого старый контекст не выживает, не выживается из людей, как бы, да? Из-за этого в компании насаждается масса, там, типа разных субкультур, еще чего-то, да? Примерами, насколько, это может зайти глубоко. У нас, например, есть в компании «Диаспора». Есть, например, такая рассылка, например, Ricksoft.at.com, это люди, которые раньше работали в Ricksoft, замечательные компании тоже, где люди там прикипают друг к другу, как бы, ну, из-за, после ее переориентации, значит, на российские рынки кто-то там перешел к нам, кто совсем уж прозападен, и они организовались в высокосылке и в высокосылке там общаются, потому что им так удобно. Вот там, вот культуры в разных офисах начинают сильно отличаться друг от друга после каждого расширения и потом очень-очень долго все это нужно интегрировать. Вот. У механиков такой проблемы большой нет. Все очень четко, все остро, все конкретно. Ну, такой простой пример, не знаю, там, да? Не знаю, вспомню вторую мировую войну, да? Фашистская Германия поступала, выпускала очень хорошие танки и очень дружелюбные для танкистов, да? Их обивали фетром, обрабатывали очень аккуратно все острые поверхности, да? А Т-34 даже, в общем, группу напильников не обрабатывали, а чтобы люди не истекали кровью в них, одевали в банднике, даже в шалуках. И ничего, просто сделали настолько больше танков, что это и 9, да? Поэтому, вот там, типа, грубый, вольгарно-механические способы на быстром масталировании они очень сильные, да? Затем дальше отношения к сложности. Вот. Органики, они влезнут в наших организмах у нас дло простым дизайнерство сложно, непонятно, да? Особенно, когда там, чем заросли и становишься, тем более понятно, что там, надо, все время, что-то не работает, все время, что-то где-то болит, еще что-то, да? И там, пост вытянешь носу, если это наоборот. Да? Тоже самое в органической компаниенте. Вечный процесс, она вот такая непростая, нечетко-непонятно, да? Компании механической можно создать метафору простоты, можно быть в модном тренде и этим согласно от людей. И, наконец, как бы, да, вот, единственное преимущество органической компании заключается в том, что механическая компания планирует, в органической компании мы получаем новое дело что-то, потому что оно происходит не так, как и нам хотелось, оно все равно происходит по-другому, но зачастую можно что-то узнать новое и это растиражировать уже потом на всю компанию, да? Инновации, они лучше всасываются из внешней среды, да? Это генетический принцип, да? В механической компании мы не имеем такого эффективного естественного отбора и искусственного отбора, да? Какой может иметь в компании органический? Но, естественно, что размножение эволюции вон как медленно работает, да? Все равно это медленно работает, да? Все равно хорошо, да? Я могу сказать, что это органическая компания на 80%, хотя движется механическая снова очень потихоньку, приобретая черты какие-то становятся более сбалансированы. Но, если меня сейчас спросить стал бы, я там делаю снова, в больших аспектах не стал, да, просто потому что нет времени. Потому что, как бы, если есть 15 лет на то, чтобы построить хорошую культуру, как бы для органики, то это здорово. Если само как получилось, не хочется терять все преимущества, которые есть. Если делать с нуля, то очень тяжело. Вот. Да. Николай, можно у вас спросить еще раз про отношения к словам? Да. Да, да. Просто как бы вот ситуация такая, сейчас можно делать вещи просто и просто объяснять. Это, ну, от этого пришла нула, пришло, да, от маяков в нашей индустрии, да? Это тренд. Ну, органики понимают, что мир, он плохо познаваем, устроен сложно, нужно принимать его во всей полноте, вот, и так далее. Ну, они с этим живут, как бы. Не хотелось, чтобы все было проще, хотелось бы. Ну, все непросто. А механик может сформировать метафору, сложность она все равно будет, но метафора будет красивая, секси, и ее хорошо продавать людям. А, да, я просто, либо такое отношение, где у нас, можно говорить так, цифра, где-то вот так, вот так и вот так. Ну, это один из способов, да, один из способов. Понятно. Значит, дальше, соревнования, да? Это тоже важная речь, когда у механиков есть такой типичный инструмент, это симметричная декомпозиция. То есть нужно что-то поделить, поделили на бизнес-юнит, поделили на подразделение, еще что-то, да? А дальше очень большой согласно устроить соревнования. Соревнования я, в принципе, не люблю, независимо от меня, от платформы, их нужно очень правильно организовывать, чтобы они хорошо работали, нужно много интеграции делать, а на интеграцию механик тоже забивает. Я могу сказать, что симметричная декомпозиция компании, на какие-то дивизионы, еще что-то быстро, и установление каких-нибудь метрик, особенно финансовых, быстро ведет к восстановению конфликтов, к цинизму, к отказу людей взаимопомощи, так далее. Компании даже очень большие перерождаются за пару-трой-трой-трой лет. Это не сильно сказывается. Так тоже можно действовать, потому что, если делать вещи правильно, это не критично. Но это неприятно для людей, люди там, типа, раньше было лучше. Но я объективно. Когда люди добрые, помогают, это лучше. Если я там сухлёр не разъединил, это хуже. Но это цена за то, что суставы проще и понять нечёче. Но есть некомпоза сепаратизма. Когда все поделилось, оно может потом и раскололиться. Это уж, конечно, это в результате серьезных сбоев на разных фронтах, но такие, такое, это ваше. Это, собственно, те вещи, на которых надо смотреть. И какие ловушки, на которые надо следить. И с лишней глинификации. Когда людей там, типа, поделили, устроили соревнования, поставили в метрики, люди могут начать игру, играть в игру, а эти метрики. Слушай, мы с тобой друзья, мы там будем и так далее, мы с тобой метрик таких поставим, поэтому я теперь этого не там, а здесь еще и ножку поставлю. Футболисты могут дружить и пить друг другу в муноках. Это одно другому не мешает. То же самое будет и у вас, если там глинификация произойдет. Хотя глинификация модная тема, иногда не понимать, что ты блесна в сердце очень полезна. И возникают проблемы с обратной связью. Столько люди запнули в своих метриках, делают что-то, зачастую благодаря нарушениям правилам, ну не знаю, большие деньги в инвестиционных финансах делаются исключительно на инсайде. Это запрещено законом на уголовном разуме, поэтому об этом никто не поварит. Но все знают. Ну, как бы, ну, на обратной связи проблемы какие-то, да? Потому что понять, нельзя совершенствовать получение инсайдов, то есть это, да, это некая проблема. Ну и, наконец, последняя же вещь, да, кризисы. Это вопрос, чтобы немножко расширилиться на конец длинного рассказа, от чего умирает компания? Вообще, на какой степени живут компании? Кому как кажется? До тех пор, пока люди, которые устроили компанию, большинственные возникают длинный собственный степень. Ну, а если могут быть разные? Ну, тем не менее, с терпением должно быть. Давайте определимся, что такое умирание? Ну, исчезают, нет, 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 нет. Исчезают, даже не способом. Какого рода кризис имеется? Ну, на самом деле, нас политически, там, Михаил, любая, может быть, компания зубит. Она, ну, что-то делает, но она безорвирует. Да. Нет, 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 я с этим всем не спорю, как бы, да, вопрос, он такой, очень абстрактный, да, вот, почему существуют компании зубит? Хорошо, они же существуют, да, и, они, типа, эмоционально то нас мертвые, да, почему они существуют? Ну, они, наверное, кому-то для чего-то, такие, или коллективу, как бы, или социальному фактору государственному, чтобы безработице. А, для консорки, если это надо отбой? Ну, да. Ну, надо смотреть, то же, если вы знаете, для юристов компании существует, пока есть юлисо, счета, для финансистов компания, пока есть юлисо, и счета. Ну, например, да, или, так сказать, для инфессионной компании, понятно, что этот клиент, уже не клиент, а уже, да. Ну, на самом деле, все правильные шутки, на самом деле, для финансистов компании существуют, пока они кому-то нужны, да, для чего-то нужны. Это единственное рабочее определение, да, вот, ну, как бы, может быть, синдром внезапной смерти, серьезный фейл какой-то экзекьюшен, но мы об этом не говорим, да, там, типа, как бы, это, в общем, достаточно редкое явление, типа, конечно, происходящее с большим треском, как бы, да, когда там, не знаю, про Энера, да, все вдруг узнали, или там, про Лемон Бразерс, что у них, у них что-то очень сильно толка, как бы, да, и они подначальности убирают, как бы, тянут за собой, там, типа, рынки и все прочее, потому что все узнают, вот тут, какие страшные вещи бывают, все становится страшно, вот, но на самом деле, компании существуют, пока они кому-то нужны, вот, и здесь очень важный момент, когда происходят какие-то кризисы, внутренние кризисы, внешние кризисы, да, и так далее, органические компании, да, они в основном нужны коллективу, это, это главный драйон, то есть, и коллектив может выручиваться, органические компании умудряются перерождаться, изменяться, там, да, книжный пример, самый знаменитый, это компания, три, несут-то там, компания, по-моему, это еще в таком духе называется, там, 10 или 15 лет пытались развивать колондовую жахту, у них ничего не получалось, а потом они получились, там, типа, суперинновационные компании, которые, там, диверсифицированы, куча индустрии работают, и так далее, ну, с чего бы это, коллектив был такой, да, и финансовый директор, у них там, нужен на пенсию, она спустя, там, 50 лет, по-моему, карьеры в компании, и он, со временами колондового жахта, так и осталось, да, органические компании удивительно живучи, но они перерождаются, они изменяются, и так далее, они не очень понятно для инвесторов, владельцев, для руководителей, да, потому что, там много разных сил действуют, так далее, компаний механических, они не имеют или так, они существуют для конкретных целей, да, для органических компаний быть проданными, это близко к смерти, для, и потом часто бывают, вторжения или еще что-то, для механических компаний быть проданными, ну, так, соусом, как бы, да, ну, это, это не всегда немножко тревожно, с другой стороны, тут новые оплатюринции, новые возможности, когда можно навалить что-то на этом, да, золотые парашют, какие-нибудь, особенно, ну, к нашей индустрии сейчас поговорить, поэтому без работы никто особо не боится остаться. Поэтому, в общем, механические компании удобно использовать. Механическая компания, механическая парадигма позволяет лучше относиться к компании как к некий инструмент, вещи, еще к чему-то, которые можно использовать. К органической компании очень тяжело там относиться. Ну, стейк-кодерам нужно изобретать способ, ну, как получить свои деньги, да, особенно если они там, ну, в какой-то степени цепятся очень сильно. Могу сказать, что как бы, да, как бы, да, органическая компания из-за этого масса на вот этих фронтах и есть масса замечательных вещей в кризисе, да, потому что все неожиданно начинают сами делать все эти вещи, которые якобы неприятно, да, ну, не знаю, там, все, когда сокращаемся, она начинает экономить, куда зажимаем бюджеты, там, типа, зарплаты легко, там, сокращают, там, менеджеры и все прочее. Ну, потому что, как бы, это все легко происходит в органических компаниях, потому что мы сами боремся за наше выживание, да, это все, естественно, приходит. Вот, с другой стороны, в периоды расцвета угар, да, потому что, ну, всем всего хочется, там, типа, всем хочется мобилизации, еще чего-то, почему мы не можем все этого позволить, потому что, ну, как все хорошо. То есть, в механических компаниях часто бывает по-другому, как-то, да, при хорошем рынке можно эффективно его быстро осваивать, при покупом рынке приходится руководство попотеть, зачастую, чтобы все, ну, на менеджер вложится основная часть работы по справлению с кризисом. Вот, и, в общем, время для вопроса какое-то, это картинка, поясню, я ее часто использую, про муравьев, которые тащат бабочку муравей. Вот мы думаем, что муравьи очень организованные и слаженные ребята, на самом деле не так. Вот, когда люди смотрят на муравьев, они думают, что те муравьи, которые брюшку к муравейнику тянут, те, которые головой к муравейнику толкают, и бабочку, значит, затаскивают дружно к муравейнику. Правда, муравьи не умеют толкать, все муравьи тянут во все стороны, причем распределяются вокруг любого предмета равномерно. Просто те, которые брюшку к муравейнику тянут прерпендикулярны, это нормально, а те, которые головой, они пытаются развернуть и тянуть муравей. И те, которые к муравейнику выигрывают, муравей существовали за сотни миллионов лет до нас, еще, наверное, переживут нас. И несмотря на такую неэффективность, как бы они работают, потому что, в общем, они четко знают все, что муравейники от добычи оказалось, и она оказывается. И вот такой неэффективный способ, он никак отбором не был затронут, как бы, да, и существует уже сотни миллионов лет. Вот то же самое и про нас, да, вот это, нужно понимать, что много вещей делаются странно, неэффективно, да, чтобы, ну, как муравьи, там, механики, органики, все тянут в разные стороны, да, но, тем не менее, это может быть эффективно, да, если мы достигаем цели и затягиваем добычу муравей. Вот. Все, я все рассказал, что хотел сегодня. Пожалуйста, любые вопросы. Куфе-ка на куфе проедет можно бежать на очередь. Да. Владимир Романов, компания «Актив» Москва. Вот вы интересно рассказывали про управление монетодирования. Ну, опять, спасибо вам за очень интересный рассказ. Спасибо за доброе слово. Вот. Очень интересно рассказывали про управление монетодирования, особенно в энергетических компаниях, да? Потому что ты болешь. А, ну, понимаете, в чем дело? Вот, у вас здесь есть. Есть. Ну, один, так понятно. Да, вот, когда вы, там, 2-й, 3-й, 4-й, да, у вас будет проблема масштабирования. Потому что, ну, вот, с моей точки зрения, примерно где-то одного явления, одного порядка явления, да, когда вы пытаетесь, там, грубо говоря, свою органическую голову вы узнаете, какого органического вещества, оно уже будет отторгать. Да. И оно будет нарабатывать свой уровень. И даже, мне кажется, что требовать, да, вот, от, там, не знаю, там, вот, от этого подразделения, да, там, органически где-то организованного, того же самого, чтобы вы только украли неинственные компании. Ну, как-то... Я, конечно, я совершенно согласен, я вам не разуму. Я как раз сформулировал, что это не проблема, которую нужно решать. Как всегда, нужно решать... Почему относитесь к этому как проблеме и как действительности? Не, 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 проблема заключается в том, что метрополия, условно говоря, да, вот сегодня, к сожалению, ну, Валентин Леонидович Монтаров, когда ехал сюда, он, я думаю, что у него что-то со здоровьем, как бы, так что это, практически, единственная причина, почему он где-то не появляется, вот, и он очень хорошо рассказывает зачастую, как бы, да, про то, почему там из Петербурга так много всего происходит там, там дальше, что там из Петербурга, имперский город, принимающий разные культуры, разные способы делать вещи и так далее, что, тем не менее, не отнимают того, что, как бы, у Метрополии есть какие-то процессы, есть какие-то правила, да, по которым и удобно все делать, да, у нас там, типа, вот в их офис, основная часть, это в Питере, да, ну, по историческим причинам, потому что из Питера все рассложно, в конце концов, в операциях компании, и из-за того, что, как бы, в Питере в этих офисах, ну, удобно, когда в офисе делают все таким-то правилем. Другой вопрос, что, ну, мы бы, мы бы, мы бы хотели разрешить им делать все на свою ванну, но у многих менеджеров есть амбиции этого не делают, да, просто проблема заключается в противоречии, желание, как бы, применить механистический подход, да, к каким-то органическим явлениям, как бы, как мы собираемся это решать, да, ну, собираемся решить, как бы, там, где у нас есть очень четкие обоснования, почему нужно делать так или иначе, это четко, это четко научиться объяснять, но минимизировать эту область. Все остальное действительно дать на адаптацию, на локальные места. Но, если у этого еще и глубокое вещи, да, более глубокое вещь, это поддержание идентичности, да, то, что называют брендами, да, у нас уникальная возможность строить HR бренд совершенно отдельно от бытового бренда. Для того, чтобы поддерживать идентичность, нужно не делать какие-то вещи, вот заставить людей не делать какие-то вещи, ну, все похуй учатся на чужих ошибках, но иногда нужно просто просто удержать людей, чтобы они в самом начале развития офиса, пока еще нет иннекции, не испортили рынок и не порушили нашу идентичность. Например, дать адапт еще будет пиариться, да, но мы не хотим, вот, то есть, там, деньгами не перекупаем людей и так далее, да, и мы не пытаемся держать какой-то, там, лист ожиданий, еще что-то мы собеседуем в людей, только если у нас, правда, есть горячее желание их позвать на работу. То есть мы не делаем, там, типа, какой-то HR процессы ради процессов, потому что не хотим морочь будем голову, да, потому что потом, как-то, у нас достаточно сложный процесс тестирования, вхождение в компанию, вот, ну, попадание, и если мы будем людей с этим делом динамить, то мы свою репутацию запеймливаем. Тем не менее, новым лошадмсом очень хочется потренироваться, да, там, типа, опубликовать вакансии, а если, например, сейчас острого спроса нет, как бы, да, офис еще небольшой и горит желанием, то держать получается довольно трудно. Но, тем не менее, разрешить людям пособеседовать людей, а потом сказать, мы вас обязательно возьмем, но потом мы не можем, потому что считаем, что это плохой способ, как бы, да, делать вещи. Ну, вот, это конкретный пример, который, там, сейчас имеет место быть, да, вот, там, да, так происходит, не потому что мы все сделали правильно, так произошло, потому что мы многие вещи сделали неправильно, да, потому что мы ожидали спада. О, вот, весной, как бы, весной не случилось, и поэтому открыли новые офисы, и это, молитву, не надо открывать новые офисы, а осенью у нас там случился отток, там, пара скорых аккаунтов, и нет такого большого спроса сейчас для того, чтобы там занимать людей. Вот, лучше бы мы сделали все по-другому, да, ну, знал бы трех, жил бы в Сочи, да, мы делаем лучшее из тех неправильностей, которые мы уже совершили. Вот, ну, и вот здесь немножко поколбашивать. Но, опять-таки, спасает лесу, потому что всем все можно объяснить, да, если объяснять, да, 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 но получается довольно тяжело, да. Да, объясни, но у вас, конечно. Нет, ну, даже, ну, даже, ну, как бы, как бы, еще проблема в том, что люди, наверное, сошли. Например, естественно, что когда новая компания, у людей очень много каких-то сложностей адаптации, еще чего-то, в которые они пришли, страхов, переживаний, это хороший способ сплотиться на месте. Управление компании устроено так, что все работают, ну, матричная структура, типичная, даже там и хуже, чем матричная, но в целом матричная, все работают в каком-то функциональном подразделении, там, типа, занимаются, например, реча, и плюс в каком-то конкретном офисе. Научиться в этом жить тем, кто до этого в матричных структурах не работал, тяжело, да? Вот, поскольку у нас еще четко это все не объяснено, нигде не написано, там, ежедневно ты не отчитываешься одному начальнику, второму начальнику, да? Это вызывает вот и некие мучения с идентификацией, где он работает, с кем он связан, с авторитетным местным лидером, да, который здесь рядом, кричит или еще что-нибудь, или с, там, типа, добрым, ну, и знающим, ну, удаленным лидером, как-то, да? Вот, с другой стороны, местный лидер, как бы, тебя понимает, потому что он в твоей культуре еще в чем-то там с ним ровно, а удаленный лидер, так бы, он говорит тебе какие-то прописные истины, которые, в общем, тебе мало помогают, я как-то, это, там, кстати, стоит. Ну, это, 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 это такая сложность, да, как бы, которую, ну, в простые схемы не можем сомнить. А воспитание у себя тоже бывает, парашек, не может быть. То есть, ну, смотрите, вы открываете какой-то офис, да, хотите, чтобы там, скажем так, был похож на палку, да? Идея такая была. По моему опыту, полгода-год практически никто не готов. Мы работаем в оффшорном программировании, и наша идея в том, что как раз мы, как и сами, и работаем с учетом на западной юрисдикции, наша идея, что он позволяет людям работать в продвинутой среде, в продвинутых проектах, а жить там, где они прижились. Тем, кто хочет уже в родственнику, в своей культуре, еще в чем-то. Вы дергиваете людей, как бы, на... Не, не правило, если вы такие западники, это как-то самое перемещение, это на самом целом. Мы же не западники, мы же как раз гимритники. Мы же воркфорсах и транспортом занимаемся. То есть мы в одном месте нанимаем людей, а в одном месте их рассударим. Ну, это, как бы, это сложная вещь, да, как бы... То есть, я как раз говорю, что, как бы, ну, сложности, они присущи вообще органическому пути напрочь. И нет никакой метафоры, которая руководству позволила сказать себе, да, все просто, вот так нужно сделать, скрашивать. Ну, я, как бы, чуть-чуть страдаю, как бы, руководитель. Другой стороны, радуюсь, что это бережет от нашей жизни, да. Вот, как у нас есть там, знаешь, не импетентный, как первый руководитель, это свой файл. Он самый компетентный, мне кажется, да, из два процесса, на самом деле. И у него только такая мечта, что мы, как бы, все увидели, что вот, все держит руководитель, делаем хорошо, а сейчас только при его руку, может быть, да. Это для него главный, там, вопрос честный, да, с ним удобно, да. Ты понимаешь, что сам расслабишься, значит, значит, можно как-то, да, и в то время дискрефицируешься. Потому что не везде, что когда идешь, у людей мало. Ну, поэтому, 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 там, где сложно, там, ладно. Хорошо, все. Всем большое спасибо. Если есть еще вопросы...